Этого момента замерзшие православные ждали несколько часов. Отстояв ночную службу и пройдя крестным ходом, верующие только в 4 утра совершили обряд омовения. Считается, что вода на крещение исцеляет и тело, и дух. Для этого христиане с головой ныряют в ледяную купель. Температура воздуха минус 20. По словам верующих, в воде можно греться, она на 2 градуса выше нуля. Даша Коноплева уже третий год приходит в ночь на 19 января к проруби у храма Утолимая печали. И, казалось бы, уже должна привыкнуть к таким процедурам. Но, чтобы передать все ощущения, слова до сих пор подбираются с трудом. Мыслей вообще никаких нет. Просто прими меня такой, какой я есть, и очисти меня, и все. И вот когда выходишь, просто никаких ни мыслей, ничего, никаких слов даже вырваться не может. Особенно, когда с головой окунаешься, даже вот как крик новорожденного ребенка. Вот такое же ощущение. Но священнослужители уверяют, одним лишь купанию в проруби грехи не смоешь. Для этого нужно иметь твердую веру и чистые помыслы. К этому призывает священная Евангелие. Там рассказывается, как Иоанн Креститель крестил 30-летнего Иисуса в реке Иордан. Просвещение никогда не бывает механическим. Если человек к этому готов, если он этого ждет, то, естественно, это бывает. А если человек механически проявит воду, а еще тем более, если тело это в нетрезвом виде, то порой даже осуждение бывает. А это бич многих любителей острых ощущений. Чтобы не промерзнуть в крещенскую ночь, некоторые согреваются вполне традиционно, горячительным. Поэтому зимнее купание не обходится без спасателей. У края Иордана небольшое скопление людей. То есть люди ведут себя, много выделили здесь людей в нетрезвом состоянии, толкают друг друга, может произойти все, что угодно. Поэтому спасатели следят за тем, чтобы люди не утонули, за тем, чтобы у краев Иордана не скапливалось много народу. Не дай бог, чтобы лед не проломился. Впрочем, крещенский экстрим не для всех. Часть людей не рискует купаться зимой. Многие предпочитают намоленную воду употреблять как лекарство. Допустим, если голова болит или что-то такое случается, попьешь с утра и хорошо становится. Считается, что после праздничной службы обычная водопроводная вода целый год будет сохранять чудодейственные свойства. Именно поэтому во всех храмах за ней выстраиваются очереди.